его мы можем сделать тоже из двери только из другого типа и слегка ее модифицировав так нажму f3 для того чтобы видеть каркас включу привязку и выберу тип двери пивот но это обычная самая простая дверь выбираю основание до привязываю сейчас к точкам ширину произвольную высоту и теперь настраиваю высоту сделаю 1 створки также 2 200 ширину ну приблизительно на глаз да давайте сделаем 600 фрейм я отключу так настроим рамки ну сделаю наверное по 40 вот там сделаю тоже 40 то есть нижнюю рамку так 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 стекло также сделаю 5 миллиметров и надо утопить немножко до кликаю правой кнопкой мыши для создания то есть для подтверждения создания включу привязку и подвину так ну надо где-то вот отсюда начинать такс теперь скопирую вверх копирую зажимая shift и тяну за ось собственно в направлении копирования мне понадобится две копии так посмотрю на образец еще раз вот собственно мы создали сейчас вот эту часть две копии создали для вот этой части и вот этой сейчас займемся созданием вот этой то есть мы просто изменим высоту а вот это она аналогично нашей первоначальной так ну можем спроецироваться четко во фронт чтобы понимать размеры без искажений пожалуй оставлю вот так 400 сделаю круглое значение так и подвину чтобы был одинаковый шов опять же если нужно задавать точные значения я могу кликнуть вот здесь и здесь у меня все в координатах то есть в абсолютных и относительных без проблем можно вот так с мелким шагом двигаться сделали но наверное узковатые у меня получились элементы давайте сделаю пошире сделаю по 800 и скопирую выделяю 3 зажимаю shift и переношу по оси x ок так хорошо теперь сделаем окно вот в этой части и рассмотрим соответственно новый элемент для нас который называется windows вот windows даже окно у нас имеет вот такую решетку нет никаких створок и собственно давайте посмотрим что это за тип я честно говоря не помню где у нас решетки давайте попробуем так ну я помню что там можно снимать фаску чем ферда соответственно а ну вот все нам надо вот этот тип окна включаю привязку обратите внимание привязочка нужна нам 3 для того чтобы в объеме мы могли привязываться они к проекции на основании так значит задаем размеры точно так же как и у двери отключу привязку кликну правой кнопкой мыши для окончания и теперь собственно спозиционирую окно ну давайте сначала его настроим потом будем позиционировать потому что размер сейчас изменится по высоте где-то 1600 по ширине 1300 приблизительно что-то похоже да и ладно так теперь спозиционирую приблизительно опять же если нужно точно то pivot point стоит в основании окна и соответственно можете здесь задавать любую координату по высоте это и будет основание то есть если нужно низ окна поднять на высоту скажем 3 800 то задаем вот здесь 3 800 ну у меня с габаритами здесь как видите неправильно давайте я опущу чуть пониже и для того чтобы красиво здесь выровнять изменю высоту этих витражей так здесь сколько скопирую ставлю сюда да без размеров работать тяжеловато конечно ну да ладно опустимся вниз и теперь настроим сам внешний вид окна здесь все очень похоже на дверь задаем количество сегментов так вот здесь во первых зададим толщину и вменяемое количество я думаю что 15 хватит можем поставить чампфер я думаю что похоже так толщина стекла 5 миллиметров и здесь можно сделать вот так кстати ширину окна можно уменьшить то что у нас еще будет наличник есть что ж после того как вы убедились что окна и двери вы больше менять не будете вы все создали можете конвертировать все это безобразие в edit poly можете накладывать сверху модификатор edit poly чтобы потом вернуться перестановки дверей окон и так далее но я пожалуй сразу выделю все и конвертирую в edit poly мне терять нечего я в принципе двигать ничего не буду и теперь можем доработать отдельно части можем создать симметрию и после этого дорабатывать так как я особо детализировать здесь ничего не буду я пожалуй сразу создам симметрию для этого воспользуюсь модификатором симметрии соответственно так отражение по иксу меня интересует выделяем модификатор и вот видим да вроде бы отражается в нужную сторону но не так как нам необходимо поэтому флип то есть делаем обращение так здесь настраиваем чуть толще есть так теперь еще раз конвертим в edit poly видим у нас появились какие-то непонятные полигоны но ничего страшного сейчас мы центр все равно будем вырезать да потому что вот эти торчащие части нам не нужны так знать что мы делаем выделяем либо все полигоны либо только нужные полигоны давать чтобы не делать лишних сечений выделим вот эту центральную часть включим привязку ставим привязку в принципе только вертексы сетка нам больше не нужна и воспользуемся инструментом quick slice то есть быстрый разрез привязываемся по точкам вот таким образом видим что у нас поправилась до кое-что теперь делаем здесь сечение и вот здесь аккуратненько все снимаем выделение с данной опции и удаляем ненужные полигоны со стен можно кстати чтобы не удалить что-то лишнее оставить только стены выделяем стены нажимаем комбинацию клавиш alt q таким образом мы будем четко контролировать что мы делаем есть опять alt q и у нас остается только собственно то что мы и хотели что же основные инструменты которые я хотел показать вернее часть этих инструментов я показал то что есть еще но принципы поняли да мы можем создавать стены сразу окна и двери вставлять редактировать и получать в принципе достаточно богатую вариацию окон и дверей далее мы будем заниматься поле моделингом так как это не основное в данном уроке поэтому здесь я буду показывать немного укрупненно а Продолжение следует...